Причина носит красные мокасины, и поэтому, когда девушка видит красный свет, она уже подсознательно хочет с тобой встречаться. Постель в таком состоянии, в каком она была, вспомнили сразу историю, как я в детстве за папой носки убирал, складывал их аккуратно. Вот уже время близится к 12 часам, нужно дать топливо. Этот человек записал счетчик. Это наш второй механик, пьет кофе ранним утром. Чем сегодня нас радует на завтрак? Колбаса с собачьей радостью, немножко сыра, сгущенное молоко, оладьи, которые радуют меня по утрам раз в неделю, и овсяная каша. Оладьи я себе уже набрал. Так вот пять штучек. Всем приятного аппетита! Единственная радость, здесь на судне. Полудранс есть оладушки с гущенкой. Ой, какая тем тема, какой тут бардак. Я сейчас утра не успел заправить кровать. Поэтому это выглядит очень-очень печально, что тут у меня. Ноутбук, мышь, все, что в принципе у каждого моряка на столе. Ну и у каждого, некоторые с собой бывают, не привозят ноутбук. Говорят, что они крутые моряки и смотрят фильмы только в курилке. Но я не принадлежу к такому числу. Бутылочка с водичкой. Тут вот все номера. Если вам нужно кому-то позвонить, градусник стоит, чтобы знать, сколько в каюте градусов. Ну хотя и так это ощущается, когда выше 20 прыгает. Что тут вот этот мой протеинчик, который я еще с собой в начале контракта демонстрировал в том видео. Витаминки мои. Первую банку я уже отстилил. Вот эта вот вторая. Ну и в принципе все. Лежак на этом, на котором я никогда не лежу и не сижу. Здесь находится только рюкзак и протеин. Мой шейкер и фонарик. Шлепки для душа. Вот чемодан, который ждет, когда в него погрузят остатки и уедет вместе со мной через две недели. Ботиночки, комбезик один, второй. Где он? В стирке. Шкаф, где находится спасательный жилет. Вот сверху. Тут немного одежды, в которую я приехал. А это под перчатками Emergency Escape Apparatus. Вот. И EBD. Вон он там лежит. Мочалочки, гигиенические палочки. Герби умывания, спасатель. Это ерунда от москитов. Знаете, какая-то странная штука на самом деле. Я вот это решил побрызгать на дверь с той стороны, чтобы всякая дрянька мне не залетала. Но и вот что случилось. Разъел окраску. Вот такие потеки остались. Не знаю, после чего я перестал на себя ее распылять. Всем привет. Пора умываться и переодеваться. Приводить это место в порядок. Потому что через пять минут нужно уже быть на лахте. Я уже собрался. Все, у меня на готове наушники, комбез, фонарик, сейфти-шузы. Берегите свои пальцы с молдой. Мало ли, что может случиться и упасть вам. И так моя каюта выглядит после уборочки. Забыл добавить, что если бы мои родители увидели постель в таком состоянии, каком она была, вспомнили сразу историю, как я в детстве за папой носки убирал. Складывал их аккуратно. А вот постоянно их разбрасывал, а я порядок любил. Не, ну я и люблю порядок. Просто с утра я не успеваю это перед завтраком сделать, а после... Вот так все это выглядит. Пора идти в машину. Сегодня у меня было по плану отрегулировать тепловые засоры, потому что этот человек их регулировал. Мы уже на двойке на единицу делали, но что-то я еще раз включился вечером, и слушал какой-то ступник, например. Мне показалось, что что-то не так. Первым делом необходимо подвести автомобиль на два цилиндра. Вот, как вы видите, участок второй и пятый. Как проверить, что... Как узнать, какой цилиндр на акцентре. Нужно проверить, что удается в ней, который не вращается, как в детстве. Сосок какой смысл. подкручиваем блоки над и регулируем поджазную штуку, чтобы больше вот такой письменный напарк сейчас нам дали часовой нотис на подготовку главного двигателя подготовка начинается с запуска масляного насоса нужно предварительно его запустить после чего мы идем и открываем клапана на air-ресивер вот этот вот вход это выход это большой клапан это стартовый воздух мы будем открывать потом открываем два клапана вот здесь дренируем воду после чего открываем контрольный воздух постепенно вот этот клапан находился в такой позиции и встал в эту после чего когда открыли контрольный воздух у нас выплопной клапан закрылся и можно уже запускать насос на гидравлическое открытие клапана вот этот насос запустили этот насос мы запускаем автофильтр после чего мы идем вниз на нижнюю палубу и прокачиваем лубрикаторы 50 раз тем самым смазываем стулку цилиндра 50 раз прокачали и идем запускать валоповоротку сейчас она разъединена она находится не в зацеплении с маховиком запускали мы валоповоротку на полчаса вот еще валоповоротку выводим из зацепления докладываем на мостик что машина готова продуваться и ждем дальнейшего звонка они звонят говорят чтобы мы продувались мы идем открываем большой клапан на стартинг эйр вот этот моторист становится у индикаторных клапанов берет эту приспособу и после того как я продуваю воздухом он начинает закрывать индикаторами здесь они закрываются в обратную сторону то есть нужно вот эту сторону каким же образом мы продуваем вот видите с хвостом вот у нас есть рукоятка мы ее вставим в позицию run и на старт буквально ну секунды три через индикаторный все продулось вставим рукоятку в позицию run и ставим топливную на нужную позицию после чего запускаем ловеры в авто запускаем фитпамп и бустерпамп вот есть панель на этой панели мы можем внизу запустить масляный насос и насос на открытие выхлопного клапана после того как мы запустили два топливных насоса мы идем открываем смазку тнвт вот этот клапан находится после чего закрываем 7 дренажей на турбину вот первый второй третий четвертый пятый шестой седьмой после того как мы закрыли мы передаем управление на мостик ставим с позиции engine room на wheelhouse с engine room запирается лампочка в wheelhouse и они уже делают копный пуск вперед-назад вот уже время близится к 12 часам нужно дать топливо этот человек записал счетчики принес запишем сюда пару цифр с сегодняшнего нуна отнимаем вчерашнего мы получаем расход главный двигатель у нас стоял на движке потратили 600 литров после чего эти данные необходимо внести в один файл второй штурман запишем лок абстракт и вносим в эту вот графу главный двигатель 0 движки 06 и смотрим следующий листик вот у нас остаток на сегодня на 12 часов перейдем к журналу необходимо на 12 часов заполнить журнал написать сколько он работал первый движок сколько второй сил он работал также заполнить расход цилиндрового масла масло на движке главного системного масла на работку главного двигателя что у нас еще есть ну и расход движка тоже внести в журнал а также не знаю какие киловатты у нас сейчас и температуру выходных газов смотрим на предыдущие числа у нас наработал наработала двойка сколько она работала тут 4 этого 8 12 14 часов двойка наработала а единица после 12 часов наработала 8 10 часов ну что прибавляем громче прибавляю громче прибавляю троп троп вот цилиндровое масло двигатель не ходил поэтому пишем 0 и остаток 901 движки у нас 3 литра израсходовали поэтому остаток составляет 655 литров наработка главного 0 часы переносим и системного тоже было 0 поэтому неизменно со вчерашнего дня главный двигатель 0 израсходовал котла тут нет движок 0,6 суммарно 0,6 и остаток 76 как и было в том документе у нас 80 киловатт давление масла давление вот давление масла давление воды 1,4 давление 5,5 смотрим температуру 64 63 записываем температуру Игорь уже снял так что я ее просто перепишу ано с ж од александр геннадь 좁 зла У нас немножечко произошли изменения, теперь я беру интервью, а Саша мне отвечает. Но ты вообще себя берешь, не только интервью. Искренне и честно, потому что нас смотрят много людей, подписчиков, интересных людей просто. Понятно все, у тебя уже повторялись. Хорошо. Расскажи нам, например, как ты проводишь свободное время. В свободное время я прохожу в обнимку, провожу, прохожу, провожу. Ничего страшного. Да, провожу вот с этим вот ноутбуком MSI, с красным. Так, и что у тебя там интересного есть? Есть у меня интересный еще джойстик. Кроме трех XO, я надеюсь, вот это уже интересно. Я играю, играю в свободное время, когда мне грустно. Ну, например, вот расскажи про свой ноутбук, это какой-то там специальный игровой, геймерский. Да, специальный игровой ноутбук, MSI, по-моему, фирма тайванская. Ну, кто хочет, может постоять в розетке, сколько они стоят, эти ноутбуки. Ну, красный цвет, по-моему, только мой ноутбук один красный. А почему, вот скажи, пожалуйста, вот обычно девушки предпочитают красные ноутбуки, там, телефоны, и у тебя вот тоже красный? А им нравится хачи. Хачи насят красные макосины, и поэтому, когда девушка видит красный цвет, она уже подсознательно хочет с тобой встречаться. Ну, хорошо, ладно, давай вернемся к твоему отдыху, вот что-то у тебя вот за баночки какие-то, что-то. Баночки? Ну, это же я уже показывал. Я надеюсь, это не анализ. Это витамины Country Life Multistore. Американские витамины, их заказывал на сайте MyHerb. Это американские какие-то, да? Да. Вот так выглядит одна витаминка. Ну, одна, вот так, две. Это я выпиваю витаминку после обеда. Я думаю, люди, которые принимают наркотики, они знают, что это такое. Хорошо, для чего ты их пьешь? Тебе легче становится. Конечно, конечно. Потому что не потребляем нужное количество витамин никогда. У нас на сути практически ничего нет. Совсем никогда не принимаем. Никогда. Что нам дают, допустим, из фруктов? Какое-то яблоко одно или банан. Я сомневаюсь, что этого достаточно для нашего организма. То есть компания считает, что это достаточно для нашего здоровья? Компания считает, что на 17 долларов мы очень много едим. Поэтому я с собой вожу протеин. Нет, ты забыл сказать, что, извини, что у нас еще на Escafe очень хороший кофе. Натуральный. Потом, потом. И чай Липтон. Это я выпиваю перед тонировкой, а также перед сном по одной ложечке. Тоже, кому интересно, вы это можете найти в интернете. Ты тоже американский производитель, да? Снимаюсь я в принципе в этом же комбезе. Только единственное, что у меня добавляется, это TRX. А ну покажи, как он выглядит. Тут у меня не совсем стильная сумка. Просто на параходе есть. Сумка-окупант. Не, на сумке, конечно, ты даже сбил меня. Я забыл, что хотел пошутить. Вот мои рваные рукавицы. Не, обычно, вообще-то, на самом деле, обычно я с такой сумкой хожу на привоз в Одессе. За картошкой. Ну, я уже сходил за картошкой, поэтому мы занимаемся. Такое вот устройство. Можно делать множество упражнений. Возможно, мы даже с ними небольшое... Мне немножко напоминает вот это приспособление из фильма «50 оттенков серого». Это там тоже можно использовать. Да, тебе просто через полгода всё напоминает «50 оттенков серого». У тебя уже токсикоз, сам знаешь, какой-то. Выхотливый смех этот. Хорошо, но что тебе дают тренировки? Для чего ты тренируешься? Тебе что, не хватает работы? Может, ты... Ой, это уже началось тебе советский голос говорить. В наше время такого не было. Мы раньше все трудились постоянно. Ну, хорошо, а бывают же такие... Были же такие случаи, когда капитаны просто запрещали заниматься спортом. Конечно, я в этом не сомневаюсь. Потому что они думали, что мы мало работаем. Да, и у нас, как считается, в основном, нашим совковым экипажем, ну, не в нашем нынешнем, конечно, вообще, совковым экипажем, что если человек находит силы заниматься спортом, значит, он мало работает. Он должен нагружать работу, причём любой. У нас, благо, всё нормально поставлено. Мы работаем. Ну, хорошо, как бороться с совковыми экипажами? Я не знаю. Мне просто это не нравится. Это подход к работе. Какой должен быть вообще нормальный день трудовой? Ну, приходят люди, какие-то проблемы они их решают, после чего они свободны. Случилась проблема. Они накинулись, сделали, всё. Хорошо. Ну, расскажи нам, например, всё-таки ещё раз вернётся к этому вопросу, в твоём свободном времени, есть ли оно у тебя вообще, и какие фильмы ты смотришь, там, не знаю, может, мультики? Ну, за этот контракт... Какой жанр тебе больше нравится? Из-за того, что я, в принципе, ничего такого интересного не смотрел. Последнее время смотрю мультик Family Guy на английском языке. Просто слушаю, только не говорят. В принципе, более-менее всё понятно, будет на процентов 70, потому что я слышу слова, я разбираю их, но я, допустим, не знаю перевод. А так отлично. Просто я начал потихоньку разговаривать английский язык. Здесь никто на нём не говорил. Ну, хорошо, ты бы хотел больше работать в микс-экипаже или всё-таки с нашими совками? Ну, если с нашими, только нормальными, совковое тело мне не нравится, поэтому я сомневаюсь, что кто-либо хотел бы работать в той атмосфере. А с наставными экипажами я не так много опыта работаю. Были не индусы, но и, по сути, всё. Вот так первая практика, которая у меня была, там были люди из России, вот тоже. Хорошо, расскажи, нам ещё, я вот тебя, конечно, уже спрашивал, так мне нравится всё-таки твой ответ. Когда ты приходишь с рейса, ну, ты, как все ребята, там, настоящие моряки, звонишь на пароход, там, каждый день спрашиваешь, как там ребята. Вот второй день, покажи городу. Ну что, постриг, могу даже отрекламировать, где. Всё, имя что менял? Да, бородач постриг городу за 200 гривен, 50 гривен на чай дал. Ещё, коррекция бровей не сделала. Ты, может, когда каску хоть оденешь, что за фигня, я лысый, ты лысый. Так, вдвоём, пошли в сыр, пюрочку хочешь умножить на два? А, ну да, я же на судне продал свой телефон, айфон 6s плюс, 28. Приходится ходить с пятёркой, с 13-го года. Любить раритетом. Не, ну, я буду пытаться ждать айфон икс. Что поделать? А там как получится. Допустим, Лена ждёт айфон 2x, а тогда его победят. Почему 2? 3x? Нет, 3x это уже порт. 3x, 3x, 3x. Ты слишком долго ждать, да. Да, да, у многих так поставлено, что все обмениваются телефонами, обмениваются адресами домашними, обмениваются всем. Чуде там... И начинают говорить, что вот я приеду, ты приедешь, мы с тобой пойдём на рыбалку, в баню, в сауну. Ещё называют братьями, братьями. Да, брат, ты мне, братьями. Но в конечном итоге, когда всё это заканчивается, никто никому не зовёт. Ну хорошо, ты приезжаешь домой, что ты делаешь? Отдыхаю. Ну ты вспоминаешь там, думаешь там о работе? Нет, нет, нет. Я абсолютно ни о ком и ни о чём не вспоминаю, я забываю про это. Ты забываешь, что ты моряк вообще, то есть что ты работаешь в море там? Расскажи ещё раз эту историю на камеру тебе, со своей родинкой под носом. Про добрый поступок. Ну хорошо, только в интернет не выкладывать, это на самом деле не реклама, это просто как нужно вообще себя вести в общем случае. Мы сейчас в городе Одессе находимся. И сегодня, будучи, ещё час назад, когда я шёл к своим друзьям, я нашёл 1000 гривен. Каким образом? Я даже не знаю, но хочу заметить, вчера мальчик просил кушать, я ему купил. Потратил всё 80, нашёл, теперь чуть-чуть. Ну то есть ты ещё хотел добавить, что ты ему купил полкилограмма сосисок и кока-колу? Сколько, пол-литра или литра? Двухлитровую. Двухлитровую? Да. Ничего себе, не пошло, бился. Ещё 20 гривен его, да? Ну да, 20 гривен. Сегодня тебя пространство наградило 1000 гривен. Сегодня я иду к вам, и люди проходят мимо двух сложенных копёр, как, не знаю, как это флайеры лежали. Ну естественно, я сразу наступил, там, ну как всё, вы всё знаете. А почему ты сейчас такой радостный, счастливый, аж сияешь? Радостный, потому что мне сегодня удалось интервью с иностранцем. Почему ты сразу не приду на такси поехать? Да, ну как я вам так скажу, к сожалению, честно, не хочу пессимистом вылить, но в нынешнее время 1000 гривен я поначал. Ну как, это можно, в принципе, гульнуть пару дней, ну вы же понимаете, это не то, что как раньше люди жили месяц. Поэтому, если бы я нашёл, что года три назад, да, я бы сейчас бы тут скакал бы выше этого. А так, ну 1000 гривен, ну сколько, ну, сколько? Что ты девушку свою поведёшь в ресторан какую-то? Да, поведу, конечно. А вечером она тебя вознаградит? Саша, я тебя покусаю! Понятно. Да, так и есть такая. Я не то, что так буду себе бить в грудь и кричать, я моряк. Я не моряк, я наёмник какой-то. Я отработал и забыл. Я не говорю, что мне тут плохо. Это даёт мне большие возможности. Потому что это любильная профессия. А так, чтобы кричать прям, я люблю, но если честно будут все говорить, то, наверное, не всем она по душе, но это возможности и всё. То есть эту профессию можно любить за то, что она даёт хорошие возможности. То, что ты приходишь из рейса, ты можешь себе позволить сходить в кинотеатр, своей девушке ресторанов какой-то, поехать отдохнуть куда-то. За это, конечно, не нужно любить. Потому что после того, как вы оканчиваете академию или колледж какой-то, то вы можете сразу, если у вас получится, пойти заработать 400 долларов в месяц минимально практиканта без диплома. А у нас 400 долларов получают люди, которые уже просто отопились с такого успеха, колоссального дома. Ну, обычные люди. А тут ты только начинаешь, там, лет 16, уже 400 долларов. Хорошо. Ну, вот как-то расскажи, как девушка твоя относится к твоей специальности? Какую специальность? Ну, в твоей профессии, да. Да, так она же сама судовод. Судовод, не судовод. Она окончила учебу в этом году. Да, она получила. И что, она не ходит в моря? Нет. Почему? Потому что ей никто не сказал, что девушки кейберуют в море. Потому что все это ерунда. Но ты бы хотел, чтобы она ходила в рейсы? В рейсы? Для чего? Я не знаю, может, ей хочется, а ты ее запрещаешь, например. Нет, почему запрещаю? Я запрещаю. Нет, конечно. Если она уж сильно захотела, ее бы запрещал в рейсы. Вот что бы хотелось. А так... Ну, хорошо. А ты помнишь те времена, как у тебя родители ходили в рейсы? Конечно, я их помню. Ну, сколько тебе лет было? Я еще тогда даже в первый класс не хотел. Ну, так это как бы это про большой рейс такой. Он слаженный был. А у этого они работали на трассе Шевченко, а так мне вообще мало лет было. А в первый рейс пошла мама. Какой-то такой год. 99-й, что-то. Я тоже точно не помню. Потом наш папу вытащил в рейс. Он уже не хотел ходить. Я жил с тетей и зятей. А мне меня отводили в первый класс. А потом уже мама приехала. Так и она работала в рейсе полтора года и полтора года. Так это тебе родители подсказали в детстве, например, выбор такой профессии? Или ты сам захотел? Я просто увидел, как мы жили до, и как мы стали немножко, по чуть-чуть, с каждым годом. Чуть-чуть лучше, чуть-чуть лучше. Ну, хорошо. Понял, и меня эти мысли так... Ну, скажи, вот, например, ты себя видишь еще в какой-то другой профессии, например? Нет, пока нет. Пока нет. Но ты планируешь всю жизнь ходить в моря? Ну, знаете, вот это вот тоже начинается. Я не буду ходить всю жизнь в моря. А потом получается так, что человек просто выжимает последнее с этого. Ну, хорошо, но тебе твой разум, что подсказывает, например, допустим, ну, это понятно, что ты можешь ходить всю жизнь, но ты бы хотел бы ходить всю жизнь или нет? Ты бы хотел, может, там, создать какую-то фирму, создать, там, не знаю, свой ресторан, там... Зачем говорить про то, чего еще нет? Ну, я посмотрю. Но, конечно, я намерен двигаться дальше, именно в этой профессии. Про другие ничего не буду говорить, потому что ничего еще пока нет. А тут надо становиться третьим, он останется вторым. Как говорил папа, если стал вторым, значит, уже удалось. Деньчные деньги. Ну, это все понятно. Ну, тогда вот еще пару таких вопросов, как бы, личных. Можешь отвечать, может, нет. То есть я могу промолчать, могу сидеть? Нет, ну, на самом деле, хотел спросить просто, когда ты планируешь свадьбу со своей любимой девушкой? Ну, это уже подстава какая-то. Ну, почему? Ты уже сколько со своей девушкой встречаешься? Сколько? Давно вы знакомы? Ну, да, с 7 марта 15-го года. Ну, почему я такую дату помню, потому что я... Мы сходили себе первый раз в кинотеатр, на фильм «Книга жизни». Ну, не на фильм, а на мультик. У меня билеты валялись. В ящике. Поэтому я забыл. Ну, так когда свадьба у вас? Игорь, сразу после тебя. Ой, это еще долго. Ну, вот и все. Субтитры сделал DimaTorzok